Визионерское искусство – это в определенном смысле искусство прозрения. Один из проповедников этого вида творческого самопознания, мальтийский художник Лоренс Каруана, говорит, что «виженери арт – это утраченный язык, расшифровывать который каждому предстоит в одиночку». Виженери арт – это, по сути, то, что художники видят в состоянии медитации, транса. Это, можно сказать, озарение свыше. Этот стиль начал набирать популярность в середине прошлого века, в эпоху хиппи и последующего «Нью Эйдж». Заметим, что своими предшественниками художники-визионеры считают Николая Рериха, Михаила Врубеля. На этой неделе в Московском доме художника открылась выставка визионерского искусства. «Всемирный тренд в искусстве в самом сердце Москвы», сказано в аннотации. Станислав Даре познакомился с этим трендом. Это творец, создающий материю. Роману Багдасарову не впервой писать картины на публике. Он это часто делает на духовных фестивалях и семинарах. В современном искусстве это назвали бы перформансом или художественной акцией. Но у художников-визионеров своя терминология – лайф-пейнтинг. А от связи с постмодернистами художники-визионеры открещиваются. Масляная живопись просто на холсте. Это древняя методика, которая, в общем-то, проверена веками. И здесь нет ничего новаторского. Сюжеты, мотивы, колоризм может быть, да. Тонкие миры, потоки света, энергетические структуры человека и Вселенной. Духи, ангелы и боги. Представители виженри-арт находятся в постоянном духовном поиске. Материальное им чуждо. Прежде всего нести искусство, образ жизни. То есть человек, который пытается познать себя, Вселенную, свою роль во Вселенной. И при этом рисующий он уже виженри-артист. Среди художников-визионеров, йоги, буддисты, каббалисты кто-то себя вовсе магом называет. Олег Королёв — христианин. В одной из своих работ «Христос, спящий в лодке» осмысливает эпизод из Евангелия, когда Бог-человек успокоил море. Сам Христос был этим морем. Его сознание обнимало всё. И этих апостолов, и как бы мистическое откровение говорит о том, что не мы находимся в мире, а мир находится в нас. И соединяется Христом, мы можем обнять весь мир и успокоить море. Олег Королёв выступает не только как художник, но и как куратор выставки. У него есть своя сверхзадача — помочь этим авторам выйти за пределы духовных фестивалей и йога-центров. И выставляться в музеях и галереях наравне с представителями других стилей. Своего рода продюсер визионерам просто необходим. Ведь борьба с собственным эго противоречит самопиару. Станислав Дуре, Александр Садольский, Новости культуры.